Что за божественные качества от природы Бог наделяет женщину? Доброта, нежность, искренность, простота, желание заботиться, застенчивость, скромность, верность, искренность, непосредственность, открытость, красота. Желание любить и так далее. Таковы естественные качества женщины, которые наделяет ей Бог. Теперь какие естественные качества мужчины, которым Бог наделяет мужчину? Ответственность, сила, храбрость, рассудительность, терпение, способность преодолевать трудности, способность побеждать судьбу. Проницательность в вопросах, которые требуют победы. Настойчивость, целеустремленность и так далее. Ну то есть эти качества всегда очень востребованы. Женщине не хватает устойчивости в жизни, не хватает, чтобы кто-то стабилизировал ее психику, ее сознание, успокоил ее, дал ей возможность смело идти по жизни и так далее. Мужчине не хватает нежности, злазки, заботы, внимания, верности. Все эти божественные качества помогают человеку быть счастливым. Но есть только одно «но». Человек должен выбрать между судьбой своей и божественным в человеке. Если он выбирает судьбу, то он начинает сомневаться в человеке, видеть в нем недостатки, злиться на него и так далее. Пытаться его перевоспитать, мучить его. И тогда он разрушает свою семью. А если человек видит божественное, то наоборот, создает отношения, увеличивается верность, чистота в отношениях и так далее. Потому что люди не знают, что если они не пойдут вдвоем, то будет жесть. Потому что Бог держит людей вместе, Он вкладывает силы в отношения. Это не человек тебя держит. Некоторые говорят, я от тебя что-то не могу уйти, ухожу, ты меня что держишь? Он говорит, да не держу я тебя, уходи. Бог держит людей вместе. И впереди светла дорога на самом деле. Если мы светлое видим впереди, если мы верим в человеке, что все хорошее в нем самое главное. Даже если он пьяница, развратник, неважно. Это ваша судьба, вы сами так жили раньше, и Бог вам это показывает. Надо это понять. И если ты понимаешь, что Бог тебе показывает просто человеку твою судьбу, а ты в нем божественное должен увидеть. Увидел, судьба нейтрализуется. Знаете, был такой в Советском Союзе нарколог, его звали Довженко. Он всегда вылечивал всех алкоголиков. Как он вылечивал? Ему привозили просто алкоголика, сдавали в эту его лечебницу. А там он просто с ними дружил. Он с ним садился, о жизни говорил, но никогда не говорил о спиртном. Они говорили просто о жизни, о судьбе. И много работали. Он тоже с ними работал. Они много работали и просто в перерывах беседовали о жизни. Дружили. Все люди бросали пить до одного. Потому что он дарил им любовь. Он в них открывал их божественное, в этих людях. Человек пьет, значит, не хочет жить. Пьянство это такой способ самоубийства. И человек выпивает, значит, он не может принять судьбу, не может терпеть все, что происходит. Ему надо забыться. Это способ самоубийства. Но люди, которые рядом с этим человеком находились, они возрождали свое желание жить. И это все благодаря тому, что он видел в них хорошее, понимаете. И не обращал внимания на их недостатки. Ну и что, человек пьяница, ничего страшного. Он видел в нем хорошее, открывал в нем хорошее. И человек сам себе потом открывал хорошее. И начинал меняться. Потому что когда человек вспоминает себе хорошее, мы все видим себя хорошим. Если кто-то меня ругает, я не верю в это. Каждый человек видит себя божественно. В первую очередь. И недостатки не считает чем-то важным. И также надо относиться к людям и другим, как к себе. Вот ты в себе, если не считаешь недостатки что-то важным, ну также не считаешь это чем-то важным в другом человеке. Ведь в нем, учись видеть в нем хорошее. И тогда ты сможешь победить свою судьбу. Только в этом случае. Очень важно для того, чтобы вот эта энергия любви возрастала в отношениях. Очень важно делать такие вещи, которые прописаны в священных писаниях. Например, приглашать к себе в дом друзей, сильно заботиться о них, все им прощать, их любить в это время. И это сильно-сильно увеличивает твое видение чистоты в близком человеке, потому что ты видишь, как он служит людям. Когда ты видишь, как человек заботится, твой близкий обо всех, ты начинаешь чувствовать его чистым, возвышенным. Очень важно также видеть, как твой близкий человек поклоняется в твоем доме Богу. Очень важно дома иметь алтарь и чтобы было поклонение. Когда близкий человек поклоняется Богу, то все самое душевное, чистое открывается в нем. И ты смотри на него в это время и запоминай, как он настоящему, как он выглядит, что это за человек. Когда человек служит людям и Богу, тогда самое лучшее в нем открывается. Когда ты с ним общаешься, самое плохое в нем открывается, потому что действует твоя судьба. Но когда он служит Богу и людям, все самое лучшее в нем открывается. И вот любовь к человеку, она в это время начинает проявляться. Если люди так ведут себя, они постоянно приглашают друзей к себе, служат им, служат Богу дома, с молитвой готовят. Вот семейные отношения всегда налаживаются. Налаживание семейных отношений не то, что вам говорят психологи, надо все прояснить. Понимаете, чем больше вы проясняете, тем больше ругаетесь, потому что люди не могут друг друга услышать в этом проблема. Люди не могут друг друга услышать, потому что не хватает энергии любви между ними. А энергию любви надо культивировать с помощью служения. Не надо ничего прояснять, надо просто учиться видеть чистоту в человеке. И тогда он тебя услышит. Потому что, чтобы кого-то услышать, нужно вложить любовь в это. Если ты любишь людей, они будут тебя слышать. Не любишь, не будут. Ну то есть дерево любви принесет вам свои плоды. Не надо об этом беспокоиться. Просто делайте как надо. Открывайте дверь, зовите друзей. Песни пойте, любите всех. Учитесь служить Богу дома. Готовьте освященную пищу. Кормите всех родственников освященной пищей. Когда человек ест освященную пищу, то он начинает видеть лучшее в людях, а худшее не может видеть. Освященная пища меняет восприятие мира. Она перенастраивает восприятие. В этом ее особенность. Человек поел освященной пищи, начинает хорошее видеть, плохое не видит. Так побеждается судьба. Но это сложно понять. Это такой секрет. Еще очень важно человеку постоянно сконцентрироваться на этом божественном в этом мире. На природе, на добрых людях, на Боге. Для того, чтобы выстоять, быть стрессоустойчивым. Понимаете? Потому что в мире все равно будет очень много сил, которые тебя будут заставлять терять силы. Сил страдания очень много в этом мире. Особенно, когда уходит из жизни родственник. Особенно, когда ты замучился в жизни. Видишь, начинаешь видеть только плохое. Но если у тебя внутри, в глубине достаточно много этой чистоты, то ты сможешь переключиться на нее своей памятью. И в тот момент, когда всем будет трудно, тебе станет легче. Потому что ты заставишь себя думать о чистоте. И это называется вера. Что такое вера? Это то, на что человек настраивается в трудную минуту и побеждает судьбу таким образом. Потому что о чем человек помнит, туда он идет в жизни. Память за собой ведет судьбу. Память. Ну, то есть, если ваша память направлена на то, что муж ушел из жизни, и это несправедливость такая, она теперь в моей жизни живет. Тогда, значит, вы уничтожаете себя просто. Если ваша память направлена на добрых людей, на природу, на Бога, то вы помогаете и мужу, который нуждается сейчас в этой энергии, в помощи. Ему же тяжело сейчас, он живой, просто он потерял тело. И матери его, и всем вокруг, понимаете? То есть, если ты думаешь о Боге, думаешь о природе, о добрых людях, то тебе легче становится, и всем вокруг легче становится. Но ты об этом не знаешь. Ты думаешь, всем легче будет, если я буду рвать на себе волосы, плакать. Ничего легче не становится. Поэтому в Священном Писании говорят, близкий человек уходит из жизни. Все должны думать о Боге, прославлять его. И тогда близкому человеку, который ушел из жизни, легче становится. Так ему можно помочь. Вытащить его из ада так можно даже. Но если ты будешь плакать, рвать на себя волосы, быть, ему не поможет. Ему тоже будет плохо. Понимаете? Если человек понял эту истину, через себя надо помощь пропускать. Сделай себе легче, твоим близким тоже станет легче. Через себя пропускай помощь. Не думай, что тебе должно быть хуже, тогда им станет лучше. Так не работает. Но для этого есть закон переключения. Этот закон означает закон веры. Вот если у тебя есть светлая вера какая-то внутри, ты тогда сможешь победить судьбу. Если нет, не сможешь. Тогда все плохо. Нужно найти свою веру. Найти свою ниточку, спасительную вот эту вот плазейку. И тогда вы побеждаете судьбу. Учитесь видеть своих близких хороших. Учитесь переключаться внутрь себя, когда вокруг все плохо. Учитесь искать чистоту, когда вокруг грязь. И вы тогда победите судьбу. Как только ваше сознание настраивается на безысходность, на страдания, на проблемы, тогда вы разрушаете свой мир. Давайте послушаем две песенки. Одна песенка, когда человек убивает себя, потому что его бросили. А вторая песенка, когда человек не просто не убивает себя, когда его бросили. А возвращается его близкого человек. И все это зависит от того, как человек себя настроил. Вот первый вариант. Человек убивает себя. Слышно? Как жажду средь мрачных равнин, Измену забыть и любовь. Но память, мой злой властелин, Все будет минувшее вновь. Ямщик, не гони лошадей. Мне некуда больше спешить. Мне некого больше любить. Ямщик, не гони лошадей. Понимаете? Я жажду забыть измену и любовь. Жажду это забыть. Но память, мой злой властелин, Все будет и будет и будет минувшее вновь. И как жажду средь чего? Средь мрачных равнин. Равнины стали мрачными, потому что я сосредоточен на страдании. Все померкло передо мной. Я не хочу переключиться на природу. Я не хочу любить Бога. Не хочу любить добрых людей. Я хочу вспоминать, вспоминать, вспоминать То, что я потерял. Это бунт. Понимаете? Человек бунтует перед судьбой. Он говорит, возвращайте мне назад, возвращайте. И уже жажду это все забыть. Но все равно память говорит, Раз ты не хочешь переключаться, думай об этом. Все это не может спать, не может есть, Разрушается, постепенно погибает. Теперь второй вариант. То же самое, человека бросили. Только настроение другое. Человек научился любить соседей, Любить друзей, любить подружку, Любить природу, любить снег, Любить погоду, Все любить, понимаете? И когда человек так настроился, Его бросили, а он все любит. И он не погибает, а наоборот, Возвращается и в близкого человека. То есть все зависит от того, Как человек настроен. Если он настроен правильно, То он побеждает судьбу, Если нет, то все разрушается в его жизни. Мне не надо на вечер, Навсегда. А за окном, то дождь, то снег. Я всех люблю, ля-ля-ля-ля-ля-ля. И лишь тебя не хватает чуть-чуть по этому. А если тебя не хватает чуть-чуть, Значит, тебе деваться некуда. Тебе придется вернуться, Потому что я тебя сильнее. Я сильнее твоей разлуки. Я лучше, чем ты думаешь. Значит, тебе придется вернуться, Потому что я сдала свой экзамен. Я не потеряла себя, Я не замучилась, не устала, Не разрушила свою жизнь. А у меня есть подружка, С которой я иду в кино, С Наташкой. Я люблю стариков, Люблю снег, Люблю дождь, Люблю природу, Люблю двор, Люблю пластинку. И тебя не хватает чуть-чуть. Поняли, да, как побеждать судьбу? Это ваш настрой, Это все зависит от вас. Та же ситуация, Человека бросили, Но он принимает другое решение. Не бунтовать, Не мучиться, Не страдать, А всех любить. Он перескакивает через себя, Перескакивает через горе. И начинает жить, Наполняться силой, Побеждать судьбу. Не думает, что ничего не получится, Уже все, Как бы сдали уже квартиры. Все получится. Надо принять все, Перескочить через проблему, И всех любить. Как у тебя дела, Сестренка? Алло, Все нормально? Хочу к тебе в гости приехать, Поговорить. Заодно и о квартирах. Если ты ее приняла, Ты сможешь с ней говорить Уже по-доброму. А если не приняла, Значит не можешь. Даже думать я не могу, Олег Геннадьевич. Но это твои проблемы. Надо сначала полюбить природу, Добрых людей, Наполниться силой доброты, Потом полюбить сестренку, Простить ей. Приехать и все разрулить. Самый лучший вариант. Мало ли что, Муж там хочет, не хочет. Это его проблемы. Надо быть сильным всегда в жизни. Вот представьте, допустим, Начальник разозлился, Всех увольняю, Все, весь коллектив меняю, Все. Точка. Ну так сильно осерчал. И в коллективе есть один человек всего. Заходит к начальнику, Говорит, Федор Петрович, Не надо, я никого не хочу слышать. Да я ничего не просить, Я просто, ну как-то так, Неожиданно мы расстаемся. Я хочу вам сказать, Что мне так хорошо было с вами работать. И все люди так считают. Спасибо вам за все, Что вы были с нами все это время. Мы так вам благодарны. Вот это все, Все, что я хотел сказать. И уходит этот человек. Федор Петрович сидит и думает, блин. Позовите мне назад эту женщину там, Марию Петровну. Она приходит, он говорит, Скажи всем, что я передумал. Последний раз. Понятно, да? То есть один человек приходит, И так как он видит хорошее качество В этом начальнике. И эти хорошее качество Пересиливают его гнев. Он смело с ним разговаривает, Хотя тот гневается. Почему смело разговаривает? Потому что хорошее качество Пересиливает гнев. Если вижу чистоту, Меня грязью не сломать. Когда солнце восходит, Все тени исчезают. Плохая судьба сравнивается с ночью. А солнце сравнивается с хорошей судьбой. Когда солнце восходит, Все тени исчезают. Поэтому человек, Который всегда помнит о солнце, Для него ночи нет. Он всегда живет в свете знания. Никогда его невозможно победить. Такого человека. Вот так человек должен жить на этой земле. Он должен учиться это понимать. Эти вещи, эти простые истины. Что если ты сломался, Начинаешь думать о плохом, Значит ты истощаешься. И если ты истощаешься, Значит все. Никаких шансов у тебя нет победить судьбу. Звук побеждает судьбу. В звуке живет разум. Разум это сила побеждающая судьбу. Голосом. Когда человек повторяет молитву в голос, Он таким образом наполняется силой позитивизма, Силой веры, Что все будет хорошо. В молитве находится чистота. Человек должен голосом. Это не в памяти, не в уме, а в звуке это повторять. И слушать тех, кто молится. Ты голос мой услышь. Потому что слушание бывает разной силой. Иногда человек так сильно слушает тех, кто молится, Что он просто этим слушанием разрушает все препятствия в своей жизни. Так сильно слушая означает верить. Вот иногда человек очень сильно пьет, потому что у него сильная жажда. Так человек может пить ушами голос, звук, который побеждает судьбу. И он тогда разрушает все препятствия. У него сначала в сердце появляется спокойствие. Это первый признак победы над судьбой. Потом знание приходит, что делать. А потом решимость приходит, что делать на третьей статье. И у него появляется сила действия. Так человек наполняется энергией победы. Сначала спокойствие, потом знание, потом силы. Очень важно это знать. И когда человек наполненный, он всегда правильно себя ведет в жизни. Начните с себя, никогда не ждите, что вам кто-то будет улыбаться. Шаг к счастью, это шаг в пропасть. Шаг в смелость, шаг в одиночество. Тебя никто не поймет, ты должен всех понять. Это одиночество означает. Ты идешь туда, где есть победа. Не там, где есть нисходительность к тебе, и где есть удача, а там, где есть твой выбор и твоя победа. Выбирай прощение. Выбирай принятие человека. Выбирай свою внутреннюю силу. Выбирай наполненность. Выбирай способность видеть. Со всей силы старайся видеть чистоту в человеке. В женщине женческое божественное, в мужчине мужское. И тогда, наполняясь этой силой человеческой, ты побеждаешь свою судьбу в отношениях с людьми. Наполненный человек, значит, победивший. Итак, что такое доброта? Доброта — это способность принять человека. Способность принять означает сила. Но не сможете вы близкого человека принять и простить, если у вас нет силы добрых людей, силы Бога, силы природы. Способность простить означает сердце наполненное, означает имеющее возможность простить и принять. То есть человек сначала должен научиться переключаться, он должен научиться молитве, видеть добрые глаза добрых людей, научиться видеть красоту, чистоту, научиться в своем сердце рисовать новый мир, мир, который нужен мне, понимаете, вот этот красивый мир, где добра, где как бы ни зла, ни горя нет, понимаете, то есть учись это видеть все, учись видеть то, что тебя наполняет, потому что мир, в котором сейчас люди живут, полон сплетен, злобы, несправедливости, всякой брежания, всякого недовольства, понимаете, это все разрушает человека, не дает им возможности побеждать судьбу, для того, чтобы принять характер близкого человека, а значит свою судьбу, для этого нужна сила, если сила есть, происходит принятие, нет силы, не происходит. Наполнитесь сначала, а потом у вас будет хорошее настроение, и вы сможете принять своего человека. Принятие для чего нужно? Вы когда принимаете своего близкого человека, то это значит, что вы перевариваете свою судьбу, близкий человек олицетворяет вашу судьбу, я точно знаю, это для всех так, я могу видеть это в каждом человеке, вы не можете видеть, но вы должны мне поверить на слово, а я это узнал из священных чесаний сначала, и начал очень сильно молиться, и что Бог мне показал, и теперь я вижу, вот если есть недостаток в характере у человека, если есть у него какое-то событие, значит это было в прошлом, он наказан за этим, просто за прошлый поступок какой-то, все, что мы видим перед собой, это наше наказание. Одна женщина мне спросила, говорит, Олег Геннадьевич, покажите мне мою судьбу, вот вы всем рассказываете, а мне покажите. Я говорю, хорошо, закрывайте глаза, смотрите, она закрывает глаза, я говорю, вспоминайте своего мужа, вспоминает, мать, отца, директора завода, друзей, вспомнила все, говорю, вот это и есть ваша судьба. Увидели? Она говорит, увидел, теперь увидел. Ничего новенького Бог не показывает, только старенькое. Все, что положено, то и показывает, не думайте, что он вам покажет что-то другое. Спасибо большое. Понимаете? Примите свою судьбу. Принятие судьбы означает первый шаг к победе. 30% победы, 33% победы над судьбой означает принятие. Приняли судьбу, значит, имеете право все поменять. Право поменять все дается такому человеку, который принял свой крест. Поэтому Иисус Христос и принял свой крест, чтобы нам показать, как правильно действовать, чтобы побеждать. Что такое доброта? Доброта идет после принятия. Вот ты принял от человека, ты с ним разговариваешь уже не с раздражительным голосом, а с покойным. Ты принял от человека, согласился с его недостатками, тогда ты можешь шутить с ним по поводу его недостатков. Ну, допустим, человек имеет какой-то недостаток, ты его принял. Допустим, у меня жена, ну, большинство женщин, она не может пораньше вставать и зарядку делать, потому что тело очень ленивое женское. Ну, по природе. Вот. Я сначала не мог как бы это принять, мне тяжело было, потому что она болеет, после этого поздно встает с постели, у нее накапливаются токсины, постоянно потом мучается, страдает. Вот, я принял просто, перестал беспокоиться о том, что она не встает вовремя, принял ее. И она такая, прошло время, она говорит, что-то я не могу рано вставать. Я говорю, да ничего страшного, все нормально. Она говорит, ну, помоги мне. Я говорю, ну, ты же знаешь, если я тебя буду будить, ты меня просто скажешь, уходи, дай мне поспать. Она говорит, ну, придумай что-нибудь, чтоб я так не говорила. Я говорю, ладно, хорошо. Начал придумывать. И так пробую, и так. Потом раз пришел, сел, просто рядом с ней сижу. Вот сел, вот, она в кровать лежит, я сижу рядом с ней. Ничего не говорю вообще. Жду. Лежит, лежит, начала шевелиться, короче. Нашла шевелиться, я говорю, птицы на улице красиво поют. Она раз, глаза открывает, на птичек посмотрит. Женщина мотивируется только любовью. Я говорю, я сейчас на улице был там, так свежо, так хорошо. Она такая смотрит на меня, правда? Я говорю, да. Побежал на улицу. Нюхать, как свежо, как хорошо. Все. Женщина вдохновляется только любовью. Любое насилие сразу ее раздражает. Все. Поэтому женщине легко, когда ее подружка говорит, я завтра рано утром бегу. Ты бежишь? Я не знаю. Ну как не знаю? Давай один раз со мной тоже побежи. Ты у себя будешь во дворе бегать? Я у себя. Я у себя. Ну ладно, я попробую. Я завтра тебе позвоню, узнаю. Сама трубку отпускает, думает, теперь как-то неудобно не бежать со мной. Что обещала. И та думает, ой, у меня такая подружка, молодец, я такая вся ленивая. Надо придется завтра побежать, потому что неудобно. Понимаете, так женщины вдохновляют друг друга. И они могут вот так словами, просто пару слов сказала, и себя вдохновила и подружку. Потому что у женщин они очень совестливы, им тяжело не сделать, если я подружке обещал. И вот они через вот эту совесть и включаются, им не надо, сила воли не нужна. У женщин коллективное сознание, у мужчин индивидуальное. Женщины должны, некоторые женщины спрашивают, Олег Геннадьевич, как заставить себя зарядку делать? Уже невыносимо жить без зарядки. Я говорю, не надо себя заставлять зарядку делать, надо просто иметь, как много больше подружек, которые тебе звонят и говорят, давай завтра зарядку сделаем. И все, и ты тоже будешь делать. Женщина вдохновляется так, она вдохновляется отношениями, у нее коллективный разум. Ей надо, чтобы кто-то ей говорил об этом из подружек, и тогда она тоже это будет делать. Но если муж говорит, иди делай зарядку, она протестует против этого, не хочет. Поэтому я не заставляю жену никогда. Я жду, я просто сам все делаю, как надо. Первая стадия, она сначала против, она говорит, ну и делай. Я жду, просто продолжаю делать, принимаю ее характер, она бунтует против меня. Вторая стадия, она видит, что я как бы нормально к ней отношусь, она начинает еще проверять, говорит, вот ты делаешь зарядку, я не делаю. Я говорю, ну ничего страшного вообще, все нормально. Она говорит, что я болеть буду? Я говорю, возможно. Не знаю, может ты не будешь. Ну в общем, по-разному спрашивает. Потом все, перестает спрашивать, начинает ходить думать. Думает, как же мне делать зарядку? Начала думать, значит скоро начнет делать. Потом разок смотрю, такая вся такая, вспотевшая. Я говорю, что зарядку делал? Не твое дело. Ну все, значит все нормально. Понимаете? По-доброму просто вдохновляешь близкого человека. Время проходит, все получается. Не надо торопиться. С мужем так же точно. По-доброму, аккуратненько. Мой хороший. Приняла уже судьбу. Говоришь, ты сегодня такой пьяненький опять пришел у меня. Ну раздевайся, пойдем. А то сейчас описываешься опять в штаны. Пойдем, мой дорогой. Пьянчушечек мой. Вонюченький мой. А он же все слушает. А так как она по-доброму, это в сердце заходит все. Он такой уже и сам себе не рад. Он говорит, ну иди, я сам разденусь. Она говорит, да нет, ты сам не разденешься. Опять весь грязный, ляжешь в постель. Мне потом все это стирать. Давай я тебя раздену, помою, а потом спать уложу. И он когда просыпается, он такой, блин, думает, у меня жена святая, я козел. Понимаете? То есть, начинает, совесть начинает в сердце играть. Почему? Потому что она приняла судьбу, и она начинает воспитывать. Понимаешь? Понимаете? Она садится рядом с ним, говорит, хорошо, правда, вчера выпивал. Есть о чем вспомнить, как рыгал под столом. Помнишь? В левоте она там лежала. Все как бы непраздная простая жизнь, да? Все какие-то приключения. И Фашла улыбается, он думает башкой. Когда человек по-доброму говорит, совесть выходит наружу. Человек начинает думать, у меня такая хорошая жена, она вот по-доброму ко мне относится, а я все пью и пью. Понимаете? Но для этого надо принять сначала близкого человека. Вот поднимите руку, у кого так произошло. Вы приняли близкого человека, он выпивал, и он начал меньше выпивать. Вот, пожалуйста. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Ну, то есть, у вас уже есть сила, вы шутить можете с человеком. И в шутку можно все вопросы решать в семье. Когда вы строго воспитываете близкого человека, он ничего не слышит. Но когда вы его приняли, просто по-доброму говорите, постепенно, все глубже, глубже, глубже в его сознание входит истина, которую вам надо донести до него.